добрый день с вами империя пикчеры сегодня покажу вам как нарисовать флакон духов маркерами если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами начнем с того что обозначим силуэт флакона формате листа по краям у нас должно быть место одинаковое расстояние а снизу чуть больше чем сверху после того как мы расположили предмет формате листа проводим о симметрии выравниваем ее по краю листа карандашиком далее находим самые выпуклые части это вот в серединке круглые и от них будем двигаться дальше прорисована так вот наверх по симметрии нам нужно для того чтобы далее обозначить ровные стороны абсолютно симметричные снизу немножечко будет более плоская дно чтобы флакон стоял хорошо на поверхности и вот так вот берем переносим на другую сторону и проводим наверх тут тоже отмеряем где у нас будет проходить эта линия и сужаем ее готово лишние ластика мы убираем сверху тоже нужно провести такую прямую линию отмеряем одинаковые две стороны здесь у нас будет проходить такая небольшая толщиночка а далее будет дозатор для духов отмечаем сверху закругляем часть и немножечко мне хочется его удлинить и я удлиняю его точно так же немножко закругляю сверху края и в принципе построение готово мы еще нанесем некоторые линии чтобы ориентироваться где у нас будет светлее где темнее оттенки мы здесь вот такой сделаем дугой и сверху еще один такой полукруг кусочек от него далее обводим пространство по кругу причем не делаем одинаковую толщину а расширяем по центру краям сужаем и сверху наметим границы до которых будет доходить духи вот таким вот образом и в принципе из этого все и начнем им подить линером возьмем черный линер не спеша обведем все по контуру что обозначили до этого кроме тех линий которые у нас служат ориентирами то есть нам нужно ввести просто контур а пока я вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение и теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней ждем вас к нам на обучение и после того как отели весь контур начинаем стирать ластиком все ненужные линии опять же не трогаем эти наши предварительные на метки и возьмем самый светлый розовый оттенок а нам их понадобится три оттенка разных у меня это оттенок 138 светло-светло розовенький даже такой немножко телесненький и именно нашу на вот эту всю переднюю часть от края оттупай такую небольшую полосочку там мы оставим блик и здесь тоже самое это внутреннюю часть полностью можно всю за штриховать делаем обводочку с левой стороны тоже от края отступаем место и между центральной частью тоже оставляем белый блик также вот тут по краю проходимся подчеркнем вот здесь светленьким снизу также вот здесь и выведем опять на правую сторону теперь оставляя вот тут каем очку с левой стороны и с правой стороны тут с правой стороны проходимся оставляя тоненькую полосочку света блика беленького верхушку закрашиваем теперь возьмем темно-розовый оттенок у меня это оттенок восемьдесят шестой и добавим им самые темные участки на флаконе это как раз таки тут по краешку на серединке у самого края также вот здесь вот на переходах нижней стороны вот сюда немножко отступает края вот тут вот уже можно к краю прямо придвинуть также вот эту верхнюю часть обводим и вот дозатором в принципе пока вот так оставим и теперь берем 89 оттенок и начинаем наносить средний оттенок розового вот здесь вот он будет проходить по краю и затемняться будет он доходить до линии духов также вот тут вот темненький небольшой кусочек есть вот так закруглим до низу и снизу тоже добавим такую закругленную трапецию подштрихуем просто как затемнение и далее сто тридцать восьмым оттенком мы разтираем края делаем плавный переход оттенков чтобы было красиво и реалистично так вот проходимся хорошенечко несколько раз по всем этим местам по краям и после этого вновь берем 89 оттенок и добавим теперь по боковинкам прямо возле розовенького кое-где это будет продолжением от розового линия на более светлыми здесь вот возле белого блика подчеркиваем выводим некоторые линии соединяем друг с другом например вот здесь снизу переходя вот сюда и на правую сторону также мы обозначим тут контур и все линии которые нам кажется сейчас не очень красивыми но так соединяем и делаем плавные аккуратные входы и выводы далее опять берем сто тридцать восьмой оттеночек и по краям проходимся эти блики беленькие можно разделить на 2 вот просто иду и где-то в серединке можно их поделить также еще раз проходимся вы тут по центру по краям у нас эти места должны быть особенно полупрозрачными и можем теперь приходить к дозатору на флаконе берем светло-серый оттеночек начинаем добавлять тут чуть левее серединке темную полосочку также подчеркиваем сверху и с правой стороны выводим такую тоненькую а также вот тут вот второй будет полосочка рядышком и с левой стороны тоже теперь возьмем оттеночек серого потемнее и добавим более темные участки и там здесь вот рядышком тоже будет такой темненький также мы повторяем его дублируем наверху тут подчеркиваем сбоку с левого дублируем вниз и по правой стороне следом за сереньким далее подчеркнем им вот здесь вот под дозатором и те начинается флакончик возьмем светло-серый оттенок и вот здесь такую тенюшечку добавим и снова подчеркнем контур парфюма далее возьмем нулевой оттеночек и подразмоем границы серого чтобы было поспокойнее и было ощущение плавного перехода так будет больше похоже на реальный флакончик этим же оттеночком нулевым мы проходимся по всем местам мне хочется еще раз растушевать им возможно даже это получится лучше сделать чем мы до этого делали 138 оттеночком ну вместе в совокупности они еще более крутой результат дают так вот добавим на края по краям должен быть плавненький переходик и также от флакона духов добавим падающую тень и возьмем для этого средний серый оттеночек и снизу сделаем такую не слишком широкую полосочку немножко выходящие за края флакона также размоем его нулевым цветом теперь возьмем белый линер ручку и добавим бликов подчеркнем здесь снизу немножко выведем вот сюда на верх также добавим вот эту трубочку которая соединяется с дозатором вот здесь подчеркнем миленьким в принципе вот просто добавляете детальки где хочется чтобы больше было сияние и в принципе вот такой флакон духов маркером у нас с вами получился присылайте ваши результаты к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице ссылка на инстаграм находится в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч